Отбор в молодежную палату состоит из двух этапов. Первый, назовем его так, конкурс документов. Это когда комиссия заочно, без личного участия кандидатов, рассматривает представленные имя документы, материалы, анализирует их, оценивает и в итоге выбирает 20 человек с наивысшими баллами. И они в дальнейшем приглашаются к второму этапу. Что важно для кандидата для успешного прохождения первого этапа? Тут есть три момента. Во-первых, вам поможет анкета кандидата. Я имею в виду те разделы, в которых вы описываете профессиональные личные достижения и опыт общественной деятельности. Во-вторых, комиссия, как правило, всегда имеет интерес к дополнительным материалам, которые вы предоставляете по своему усмотрению. Это могут быть абсолютно разноплановые материалы, но которые подсвечивают какую-то часть вашей жизни, не зависящую от работы или от учебы. Например, вы любите велосипед и активно катаетесь. И для вас важно, чтобы велосипедистам было удобно в Сарове. Или, например, вы любите и играете в городки или в Майнкрафт, и вы достигли каких-то высот на этом поприще. И, возможно, вы хотите развивать это в Сарове. Вот это все рассказывает о вас. Это всегда интересно и полезно. И третий, последний, но, мне кажется, не менее важный момент – это отношение к кандидатам. Что я имею в виду? Это уважение и степень ответственности. Вот они видны уже даже на этапе подачи документов. То есть, насколько внимательно человек ознакомился с требованиями, вчитался, понял их, насколько он их соблюдает. Если среди требований, например, есть две цветные фотографии определенного размера, человек должен их сделать и приложить, и принести вовремя, и по указанному адресу. Мне кажется, это всегда важно. Если говорить о втором этапе, то это собеседование. Собеседование, которое слегка похоже на собеседование при устройстве на работу, но не такое стрессовое. Совсем не такое стрессовое. Это, как правило, рассказ кандидата о себе и беседа с комиссией. Комиссия у нас состоит из восьми человек. Возглавляет ее председатель Думы Ульянов Антон Сергеевич, а ее членами являются несколько депутатов и несколько работников администрации из Департамента по делам молодежи и спорта. Мы стараемся всегда создать максимально комфортную и дружелюбную атмосферу. Во-первых, Антон Сергеевич всегда дает личное доброе напутствие участнику. И, как правило, люди расслабляются, раскрываются, и почти все получают удовольствие от самопрезентации остаются довольны собой. В общем, если вы планируете участвовать в конкурсе, то я призываю вас не затягивать, потому что документы мы принимаем до конца сентября. Если у вас остались вопросы, вы можете позвонить мне. Позвоните по телефону 977-73, и, возможно, я разрешу какие-то ваши сомнения. И тогда мы увидим вас в молодежной палате в новом составе, предположительно, первое заседание уже в начале ноября будет. Еще маленький штрих к портрету молодежной палаты по опыту предыдущего созыва. Если вы сомневаетесь, может быть, я слишком юн, или, может быть, я, наоборот, слишком зрел для этого. Вот смотрите, в предыдущем созыве у нас были ребята очень разные по возрасту. То есть были совсем юные студенты 18 лет. И были зрелые люди, давно работающие, которым аж 34 года. Почему 34 года? Потому что потолок вхождения в палату 35 лет. И, тем не менее, они все нашли какой-то общий язык. И они сидели за общим столом. И даже некоторые из них нашли общие точки соприкосновения и продолжили общение. Из интересного еще заседание молодежной палаты проходит в том же зале, где у нас собираются депутаты. И еще мы стараемся устраивать заседание палаты в удобное время, после работы или после учебы. Возможно, для кого-то это аргумент. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова